Всем привет! Сегодня у нас в приложении рубрики постройки подписчиков и в этом видео мы построим вертолет моего подписчика Кримсона. У него работают пропеллеры, хотя они у всех вертолетов кажется работают. Благодаря специальному механизму он летает очень плавно и может подниматься очень высоко или очень низко. Под ним нет никаких невидимых блоков и это его огромный плюс. Он может летать над возвышенностями и преодолевать уровни билта бот. От этого он не сломается и не застрянет. То что я сейчас сказал поймут не все, но те кто смотрел видео про иного точно поймут. Автор этой постройки мой подписчик Кримсон. Каждый из вас может попасть в эту рубрику. Для этого вам нужно скинуть скриншот и описание вашей постройки в мой дискорд сервер. Ссылка на него будет в описании под этим роликом. В туториале я также покажу как построить такой красивый вертолетик. А сейчас давайте еще немного посмотрим этот вертолет, а потом будет время туториала. А вы пока взорвите кнопку подписаться. Мы с Кримсоном решили пройти весь билт и бот на этом вертолете. Как думаете, кто из нас первым долетит до конца? А сейчас давайте это узнаем. На первом уровне почему-то Кримсон останавливался. Вот мы уже попали на второй уровень, и пока что я лидирую. Я решил подождать немножко Кримсону. На следующем уровне Кримсон решил спуститься, а на него покатились огромные мячики, и он стукал себя в них. Но все-таки он выжил, и мы продолжили наше путешествие. Даже с неба в Кримсон падали мячики. На следующем уровне мы решили посмотреть на конфетный паровоз. Я хотела лось есть, но он очень быстро от меня убежал. На этом уровне с нами ничего не случилось. Я решил облететь инол, чтобы они меня не захватили. Но они решили подняться за мной. После этого уровня я больше не видел Кримсона. Я решил его подождать. Он сказал, что на него напали осьминоги. А осьминоги его так сильно покусали, что у него осталась только кабинка. Кримсон прошел через водопад и уже был у финиша. У меня остался вертолет, поэтому я быстрее долетел до сундука. На этом закончилось наше приключение. Ну а сейчас будет время туториала. Сейчас я вам покажу, как построить вертолет, а потом как к нему пристроить механизм. Если у вас уже есть вертолет, можете просто к нему пристроить. Ротейт ставим на 15 градусов и начинаем строить лыжи. Ротейт ставим на 15 градусов и начинаем строить лыжи. Их нужно выровнять. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кабину будем строить из керамики, но оказалось, что это не керамика, а железо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Длина каждого полигона будет половина блока. Чтобы сделать сферу, просто каждый раз докручиваем на 15 градусов. И вот уже выходит что-то похожее на сферу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начинаем строить второй ряд. Это будет посложнее, потому что в первом ряду мы строили прямо, а теперь нам придется строить под углом 15 градусов. Продолжение следует... Чтобы было легче, включаем совпадающее вращение и опираемся от предыдущий ряд. Остается лишь доворачивать на 15 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы и справились со вторым рядом Теперь будет третий Здесь уже нужно будет доворачивать на 45 градусов Это три оборота Здесь немного посложнее Субтитры сделал DimaTorzok Осталось последнее Все, закончили Теперь такие же два ряда нужно построить с другой стороны Сначала первый, который доворачиваем на 15 градусов А потом второй, который доворачиваем на 45 градусов Субтитры сделал DimaTorzok Теперь берем ту же керамику или металл, называйте как хотите И делаем обводку ДимаTorzok Осталось только закрыть все стеклом Сейчас я вам покажу очень простой вариант Просто на рулетке ставим 0 единиц И закрываем все квадратом Так нужно сделать с двух сторон Переходим к задней части Здесь мы будем строить из титана Отключаем совпадающее вращение И ротейт ставим на 5 градусов А на рулетке ставим масштаб 0.2 Настройки поставлены, осталось только построить Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будем строить из керамики Сейчас будем строить из керамики Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь начинаем строить пропеллер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вернемся к предыдущему пропеллеру Оставляем полблока и поднимаем их вверх И здесь ставим колесо Удаляем эти полблока Также поступаем с верхним пропеллером Чтобы верхний пропеллер не отвалился Нужно привязать это колесо к вертолету Укрепление необходимо отключить коллизию Строим очень высокую палку Там будет летательный механизм А пока что раскрасим вертолет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В настройках Rotate Ставим на 45 градусов Мы будем строить под наклоном 45 градусов Это обязательно С каждой стороны деревянного блока Ставим по 10 поршней Готово Теперь каждому поршню прикрепляем по одному деревянному забору На каждый деревянный забор Ставим по одному деревянному блоку Что-то я их немножко криво поставил Все Теперь ставим шаг перемещения на 0.5 Берем шарики И ставим как показано на видео Почему я не могу этот шаг нормально поставить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, конечно, последний шарик как раз не хочет ставиться. Внизу ставим моторы, но только не под наклоном в 45 градусов, а ровно. Ну, а теперь, конечно, привязка. Удаляем стучек, который внутри, ставим его снаружи и еще один внутри. Надеюсь, вы все поняли. Это нужно для правильной привязки. Отвязываем его от того, к чему он привязался. Привязку мы начнем с моторов. Выделяем их гаечным ключом и привязываем к сидению. Пакворд ставим на это назад, рифт это право, лефт это лево, а форвард это вперед. Сзади делаем специальное место для кнопки, которая будет привязана к пропеллерам. Ставим кнопку и привязываем к ней пропеллеры, но один у меня уже сам привязался. У пропеллера включающий момент ставим на максимальный, а скорость на 30. Спасибо Климсону, что мне напомнил, что здесь я не привязал колесо. Его нужно привязать к вертолету, а у палок отключить коллизию. На каждом деревянном блоке есть 8 шариков. Крайние 4. На каждом блоке выделяем и привязываем их на одну клавишу на кресле. Первые привязаны на клавишу Е. Теперь выделяем внутренние. Их привязываем на клавишу Кью. Пошли привязаны на клавишу Z, X. Кресло, которым все привязано, больше нам не нужно. Осталось выделить все механизмы и включить в них прозрачность на 100%. Теперь выделяем верхние механизмы. У них включаем прозрачность на 100% и отключаем отбрасывание теней, чтобы внизу не была огромная тень. Осталось сохранить, заново загрузить и все, готово. Теперь я вам расскажу про управление. Залезть в кабину можно через текло. Нажимаем заднюю кнопку, у нас активируются пропеллеры. Раздвигаем поршни, это нужно для плавного полета. Нажимаем клавишу Кью, активируем первые шарики, они нужны, чтобы мы не перевернулись. Активируем клавишу Е и мы поднимаемся в воздух. Если отключить клавишу Е, то мы упадем. Ни в коем случае не отключайте клавишу Кью, а то вы перевернетесь. Я не говорю, что клавишу Кью нужно всегда держать зажатой. Просто один раз нажмите и все. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Уф Геймс, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok